Всем привет, это канал Блиан Абдулла, у нас сегодня в гостях Александр Герцен, удалось его уговорить. Он очень, очень был занят какими-то важными делами, но я сказал, Александр, люди, люди просят, людям, Александр, ты нужен. И вот я здесь, снова я, ваш любимый большой и толстый консультант, словоблуд 90 уровня и так далее и тому подобное. Вот здесь на столе лежит черненький такой чехольчик, а в нем, слушайте, так это же Гербер. Гербер. Ну давай откроем, можно? Да, пошла тема Герберов как раз у нас, вот еще одна модель. О, какой Гербер. Всем Герберам Гербер, но я не знаю даже, как тут, каких-то тут кнопочек нафигачили они. Ну, обычный складной нос, все спиньком. Так, подожди, давай начнем с названия. Это просто Гербер или Гербер какой-то там? Ну, не бывает просто Герберов, у каждого ножа есть свое название. В данном случае это Гербер AF Combat Folder. AF Combat Folder, вот это длинное название. AF это аббревиатура, Эпплгейт и Ферберн. Это, собственно, дизайн. Ну и что, история создания его? История создания тут достаточно интересная. А его не откроешь, что такое? Да, на самом деле он легко открывается, главное привыкнуть немного. Ого! Вот это жесткая штука. Это складной вариант достаточно известного кинжала, стоящего на вооружении многих армий. Это, собственно, кинжал Эпплгейта и Ферберна. Какая-то странная заточка, кажется, что он здесь вообще не заточен. Да, он здесь и не должен быть заточен. Оригинал имеет обоюдную заточку и такую же рукоять, только он не складной. У него еще гардер. А это его складной вариант. То есть это Combat Folder, это боевой складной нож, как бы говоря. Вот на нем, собственно, это и написано. Боевой еще. То есть обоюдная заточка, это как бы нехорошо. Обоюдная заточка как бы нехорошо. А тут ее и нет. Ну тут она и есть, на самом деле. Ну как ее нету? Вот, просто с завода они бывают с полуторной заточкой полностью. То есть если посмотреть, вот если его сложить. Вот, я думаю, что это странно. Она полностью скрывается в рукояти. И карман она не порежет, и руку не порежет. То есть мы ее почувствуем только когда ее раскроем. Они были в варианте с полной заточкой, но не по всем законодательствам они проходили. Их стали делать, что обувь у него сведен и не заточен. То есть есть уменьшенная версия этого ножа, она называется Коверт. У него чаще бывает обоюдная заточка. У версии Компату большой, как правило, заточка тупая. Но достаточно взять обычную алмазную точилку, потратить 20 минут времени и будет вот как здесь. Если посмотреть, в передней части заточка уже обоюдная. Тактика технических характеристик этого ножа. Ну тактика технических характеристик. Тут можно сказать, что это хоть и складень, но это складень крепкий, эргономичный. Так-то особо не шатается. Так он и не должен шататься. Это полноценный, в общем-то, боевой ножик таких подходящих как раз размеров. То есть он длиннее 10 сантиметров, с хорошей проникающей способностью. Но сказать, что он хорошо режет, я честное слово не могу. Потому что, во-первых, здесь 415-я сталь. Она не очень хрупкая, не очень ржавеющая. Но при этом кромку держит так себе. Углерода там все-таки маловато. И кинжальное сведение, оно несет за собой, кроме хорошей проникающей способности, еще то, что клинок получается достаточно толстым, толсто сведенным и таким не сильно режущим. Ой, тут какая-то штучка. Да, вот это вот как раз то, на чем я хотел отдельно заострить внимание. Просто было в свое время обращено внимание на то, что какие-то ножи могут складываться при использовании на пальце, наносить травму владельцам. Собственно, специально для этого этот нож был принесен. Потому что здесь, помимо обычного замка, лайнер-лока, стоит еще на замке блокиратор. Еще и блокиратор. Да. То есть здесь такой вот шпенечек, который чисто интуитивным... Я сфотографирую подробно. Да. Чисто интуитивным движением зажимается. И после этого у нас ножик, грубо говоря, превращается в фиксит. Потому что лайнер-лок после того, как мы зажали блокировку, мы уже отжать не можем. То есть он уже ни при каких отрывках не... Нет, ну он может немножко сложиться на замок, погнуть его, но погнутый замок расклинится, и на пальце лезвие не сложится все равно по определению. Это если мы к нему приложим килограмм 500 и просто физически этот замок к нему сломаем. Но даже в этом... 500 это уже звучит как-то запредельно. Ну это очень трудно сделать руками, да. И фактически это нож, который максимально застрахован от складывания на пальце. Ну и это понятно, раз уж у него есть вот эта штучка-то. То есть она блокирует именно сам... Она блокирует лайнер. Тут посмотреть, есть деталька, которая... А, шеланер! А, вот он! То есть он не сюда... Да, то есть если посмотреть, лайнер, вот мы его пытаемся отжать, но он не уходит с пятки клинка. Вот-вот-вот-вот. Да, это надо на фотографии, которая будет видно. То есть этот ножичек как раз для любителей тыкать со всей силы в дерево. Да, это... Ну, поскольку здесь планировалась изначально обоюдная заточка, подразумевалось, что на обух нагрузка тоже будет значительная. Оно же симметричной, то есть его можно было там перехватывать, работать как-то снизу и в том числе и резать обратной кромкой. Соответственно, нагрузка на замок для него непростой звук. Кому-то может прийти в голову вот этой кромкой порубить. То есть порубить обуху. Типа-тупо перепутать. Да, то есть в отличие от тех ножей, у которых сразу видно, что обуха это обуха, вряд ли кто-то им будет что-то делать. Вот здесь можно этим порубить. Соответственно, здесь сделан блокиратор, чтобы он не сложился ни при каких условиях. Какая-то интересная тут пластмасса. Это не пластмасса, это стеклонейлон, это композит. Стеклонейлон? Стеклонаполненный нейлон, да. О, я и смотрю, что-то как-то не такая пластмасса, как и здесь. Ну, как это, ФРН, как его еще называют, Зайтел. То есть эта штука уже так просто не сломается. Ну, да, ее сломать очень тяжело. Очень прочный материал. Так я так и не понял, здесь, смотри-ка, тут железных-то деталей еще нету, что ли? Есть. Если посмотреть, там двух сторон еще под этой штукой металлические вкладки. Да-да-да, но видно очень плохо. Кажется, что он просто из этих штук сделан, и все. Кстати, вот на что мы забыли обратить внимание, вот тут вот эти самые два автографа, про которые нас однозначно будут спрашивать. Автографа? Да, это... Я думаю, это просто на всех так сделано. Нет, лазерная гравировка, собственно, воспроизводящая оригинальные подписи Рекс Эпплгейта и Вильяма Ферберна. То есть из-за этих вот гравировок Норкс становится намного дороже? Нет, он не становится намного дороже, он становится намного пафоснее. Сам по себе он не очень дорогой, он достаточно доступный. То есть это фабрично вот это? Это сделано фабрично, то есть это не роспись автора. А-а-а, если бы это было от руки сделано. Да, на армейском варианте этого кинжала, на нескладном, эти автографы тоже присутствуют. Смотри, тут еще вот этот серрейтор какой-то. Ну, как я уже говорил, клинок обладает не самыми обалденными режущими качествами, поэтому, когда надо будет быстро резануть какую-нибудь веревку там или какой-нибудь ремень, для этого сделан серрейтор, и серрейтором он перережет уже все как надо. Вот он тут. Мы про него еще что-то хотим сказать? Или уже мы все сказали? Да, в общем-то, мы все про него сказали, кроме того, что он не является холодным оружием. Да. Он таки был сертифицирован. Интересен, кстати, этот нож тем, что со всеми вот этими блокираторами обоюдной заточкой на него пару раз отзывали сертификаты. То есть он свободно продавался, потом переставал свободно продаваться, потом снова свободно продавался. На данный момент он холодным оружием не является. Его можно приобрести, стоит, в общем-то, гуманный веник и не является большой... На наших гуманах, это что там? Ну, я не знаю, как сейчас. Или 335. Со всякими курсами, ну, на русские деньги, там, в фраге, 5 тысяч, может, даже меньше. 5 тысяч. Ну, это, опять же, смотря, где покупать. Слушай, а вот эта штучка не очень-то хорошо, кстати, она... Она и не должна очень хорошо в блокировку уходить. То есть она... Ее ногтем-то так не очень-то... Да, если мы его на блокировку поставили, то он не должен складываться, поэтому она тугая, да, это специально... Тугая, не то слово, я ее просто не смог вообще отжать. Вот она заходит, и все. А дальше как с ней? Ну... Навыки... Ногти переломать. Надо второй ножик, что ли, с собой таскать? Нет. Навыки. Просто надо понять, да, как... Да! Слушай, нет, у меня ногти совсем тонкие. Нет. Ножник-то ломатель. Да. Ножник-то ломатель. Ножник-то ломатель. Просто подушечкой пальца это зацепить по себе. Ну, у тебя и подушечка. Подушечкой, говоришь? Да. Ну, сюда, да. А вот обратно... Обратно на меня не получается. У меня очень мягкие. Да. То есть этот ножик для меня уже не подходит. Ножик специфический. Очень специфический. Да. С рядом особенностей, но вот такой он. Он достаточно интересный. А где его можно купить? Потому что подписчики иногда спрашивают, где можно купить такой ножик? Ну, если вдруг кому-нибудь в голову это самое придет. Ну, как я уже говорил, в оружейных магазинах, в различных которых широко торгуют ножами, он отнюдь не редкость. Это гербер, да, это популярные достаточно ножи и популярная модель. Ну, я могу сказать, что он тяжелый. Ну, он достаточно тяжелый. Существует, кстати, его... Намного тяжелее, чем кажется на взгляд. Существует его юбилейная версия с рукоятью из микарты и клинком из порошковой стали. Вот он стоит уже там сильно дороже, но это если кому-то хочется при такой форме, чтобы он еще и обалденно резал. То есть можно заплатить конских денег и найти точно такой же нож, но он будет с другой сталью, с зеленой микартовой рукоятью и ограниченный выпуск, там по-моему полторы тысячи ножей. Это если кому-то надо. Ну, этот кто-то, наверное, уже купил. Больше для коллекционеров, потому что где-то в поле, там в быту этого клинка нам полностью достаточно. А если надо что-то проткнуть, то даже и с избытком его хватает. Понятно. Ну что ж, ножик достаточно интересный, я бы сказал. Хотя я бы такой, наверное, не сказал бы покупать. Что-то мне этот замок не понравился открывать. Вот только из-за этого. Ну, еще и серейтера, я не любитель серейтеров. Нелюбитель. Вот если бы он просто вот так вот, без всего был такой. Тогда да. Хотя, не знаю, не знаю. Обоюду и острый это очень... Такие, знаешь. Специфические. Специфические. Меня выражают, да. И так как мы про замок сказали, кстати, слово о замках, я достану ножик моего подписчика, который мне его прислал, и он попросил, чтобы рассказали про этот ножик. Вот тебе слово, Александр. В ножик со Шперцбергена, который я уже обозревал. Здесь лог совсем другой. Твои экспертные требуются оценки. Нет, ну экспертные оценки это очень сильно сказано, поскольку это нож самодельный, на нем нет никаких клеем, и сказать про него что-то такое очень-очень профессиональное вряд ли получится. Клинок тут, судя по всему, то что он заржавел, это углеродистая сталь. То есть, как я понимаю, он ржавеет, но при этом за счет того, что он углеродка, он будет очень неплохо резать. Нож целиком рабочий, не сувенирный. Вот, интересный очень дизайн. Очень высококачественно все сделано. Посмотреть по подгонке деталей. Ну, я такое на многих авторских кастомах видел. То есть, видно, что сделано с душой. Сделано очень хорошо. Вот, и очень интересный замок. Вот, к слову, завели мы разговор о замках с блокираторами. Здесь сделан бэклок, но бэклок сделан потайной. То есть, рукой мы его нажать не можем. Здесь вот специальное такое коромысло, за счет которого он начинается. Да, и только тогда его можно сложить. Вот, как я понимаю, это сделано для того, чтобы в каких-то экстремальных условиях, при каких-то агрессивных нагрузках этот бэклок просто не зажался пальцем, и нож сюрпризно нам на пальцы не сложился. Вот. То есть, нож, несмотря на то, что он такого вполне себе кустарного формата, он сделан очень продуманно. Вот. Про сталь ничего сказать сейчас не могу, потому что он в данном случае тупой. То есть, его заточить, надо им что-то порезать, и только тогда можно будет уже какие-то, так сказать, экспертные оценки давать по нему. Но в плане эргономики видно, что это нож сделан сознанием дела. То есть, я на человека, который его делал, это его не первый нож, и не второй, и может быть даже и не десятый. То есть, тут чувствуется навык, чувствуется набитая рука, и значительный опыт в изготовлении. Вот. То есть, нож, в общем-то, очень даже неплохой. Ты еще сказал, что вот эту вот проточку вручную такую не сделать. Да. То есть, те, кто понятно, что точили не дома, там, напильником, здесь явно использовался какой-то станок, потому что вот этот самый долл, он ровный, он сделан явно в условиях станочной мастерской какой-то. А еще тут идут остатки гальванического покрытия. То есть, явно этот нож был, как вариант, хромирован, потому что вот здесь он заржавел, а здесь вот видно, что он остался блестючий вот на этих местах тоже. То есть, здесь, возможно, была гальваника, которая потом просто как-то износилась или была удалена принудительно, возможно. Вот. Достаточно интересный экземпляр. Спасибо, Александр, за интересный рассказ. То есть, подписчику мы делаем вердикт, ножичек не фуфло, а очень даже очень острый. Я думаю, его надо заточить, привести более-менее в порядок и что-то им поделать, порезать, и после этого потом уже будет понятно, что он может... А что значит порядок? То есть, что? Ты хочешь сказать, что он может заблестеть опять? Нет, заблестеть это второе дело. Главное, чтобы он начал резать. Сейчас он просто тупой. Его надо нормально заточить, выправить, и будет вполне рабочий инструмент. Сейчас это образец авторского искусства, то есть, видно, что он хорошо сделан, но резать им сейчас что-то трудно, хотя бы потому, что его много лет не точили, судя по всему. Ну, точили, может быть, но... Ну, может, точили, но не очень грамотно. Да, да. Заточить, выправить его нормально можно. А ты смог бы заточить? Конечно. Слушай, а я давайте отдам. Хорошо, хорошо. Вот, Александр поточит наш нож, и мы его еще раз покажем. И снимем на него отдельный обзор. Да, даже отдельный обзор. Может быть, ты даже еще что-нибудь узнаешь про него. Ну так, вдруг, вдруг. Хорошо, приведем в порядок. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. И там собачка, по-моему, в такой черной, в специфической форме. Достаточно распространенный нож. Но чехол не от него. Вот этот нож похож... Нет, это понятно. Вот он от того ножа за 4 рубля. Который у меня, кстати говоря, был. Вот так. Вот такой рассказ про ножи. Как-то мы увлеклись сегодня, да? Нас затянули немножко. Разбудились немножко. Это естественно. Ножи хорошие. Итак, с вами был канал «Амельон Абдула» и Александр Герцун. Александр, а давай я в описании ссылку на твой канал все-таки тоже поставлю. Ты у нас кто? Я крыса. Вот. Я теперь под все ролики поставлю, чтобы на тебя могли тоже подписаться. Ну да, может быть кому-то интересно. Да, а то вдруг ты что-нибудь такое интересное выложишь в тихоня, как обычно ты это делаешь. Ой, там трэш там всякий. А вот, люди любят. Позорище. Я люблю это самое, чтобы кто мне, так сказать, помогает. Чего-то такое, чтобы я ему тоже немножко хотя бы помог. А то мы так как этот вопрос так отодвинули за тихоняем. Ну если кому-то интересно, можно посмотреть. Я вам уверен. Я никого туда не приглашаю и не говорю никому. Я приглашаю. Вы должны меня подписываться. Смотрите, подписывайтесь, потому что у Александра там есть несколько роликов. Я бы сказал, очень даже интересно. Ну если только несколько. Ради не хуже стоит подписаться. Там ролика полтора где-то. Ну ладно, не скромничай. Ну ладно, об этом в другой раз. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова